Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Подоплёка». Людмила Прибыльская ещё находится в отпуске, и поэтому её сегодня буду заменять я, Олег Пьекой. Сегодня у нас очень такая волнующая, очень серьёзная тема, которая наверняка затронула и многих жителей Латвии. Кто-то сталкивался с ней, к сожалению. Мы говорим о том, что, к сожалению, по статистике в ЕС по длительности жизни больных с онкозаболеваниями Латвия занимает предпоследнее место. И вот сегодня мы поговорим о причинах, о подоплёке вот таких печальных цифр, статистики, что можно сделать для того, чтобы их изменить. И сегодня в нашей программе будут участвовать председатель Латвийского общества «Женщин-волонтёров ВИТА», как раз ориентированных на поддержку пациенток, которые страдают раком груди, Ирина Яунума. Здравствуйте. Янума. Янума. Добрый день. Также создатель общества «На шаг впереди» – «Меланомы» Ольга Валциня. Здравствуйте. Здравствуйте. И бывший депутат СМИ экономист Елена Лазарева. Добрый день. Также мы вот после перерыва на новости обязательно свяжемся по телефону с руководителем комиссии СМИ по здравоохранению Виталием Орловым. Я скажу сразу, что он сегодня появится уже в программе Абика Элкина, вот как бы придёт физически, но просто в рамках этой программы мы постараемся ещё некоторые вопросы уточнить именно с Виталием Орловым по телефону. В позапрошлом году Латвя отметила столетие своего существования, вот юбилейный год, было много празднований, и как раз одна из общественных инициатив на сайте Манабал Салве заключалась в том, что давайте, может быть, эти средства, которые мы тратим на салюты, на празднования, мы всё-таки израсходуем на лечение раковых больных. И причиной этой инициативы была, ну, прямо скажем, катастрофическая ситуация в онкологии. Латвия, вот ещё раз скажу, по длительности жизни больных с диагностированным раком находится на предпоследнем месте в Евросоюзе, и мы отстаём от наших соседей, у соседей Литвы и Эстонии гораздо лучше ситуация. Что, как это произошло, что делать, вот об этом мы сегодня поговорим. Ну и, может быть, начнём с каких-то позитивных вещей. Вот я Ольге Валтине тогда задам вопрос, вот-таки как вам удалось добиться финансирования медикаментов по как раз-таки онкозаболеванию меланома? Вот каким образом здесь удалось найти деньги, как удалось, сколько было сил потрачено на то, чтобы ситуация изменилась? Я должна в такой ситуации начать свой рассказ с небольшой предыстории. Я сама пациентка меланомы. Мой диагноз нашёл меня в 2017 году, уже два года назад. В то время был только-только создан зелёный коридор, в котором меланому включить забыли, потому что у нас система предполагает количество пациентов, не смертность, не тяжесть ситуации, не риск для пациента, а просто количество. Второе. В то время для меланомы вообще никакого лекарства, кроме интерферона, который не работает. Об этом уже 10 лет знали все страны мира, кроме Латвии, не было. Я, когда узнала о своём диагнозе, я почти год потратила на то, чтобы понять, что и как работает. Я по профессии биолог, мне было тяжело искать всю информацию, потому что на латышском было очень мало и очень плохого качества информации. И когда я потратила этот год, я поняла, что я, если мне это было так тяжело, то, что делают те люди, у которых основное образование не связано, а вообще ни в коем мере со здоровьем и с естественными науками. И я поняла, что я могу делать больше, не только для себя. Я нашла Сондру Залюпе, которая уже как раз в то время собирала средства на своё лечение, потому что у неё была четвёртая стадия, и у неё это был вопрос жизни и смерти. Уже в то время мы знали, что в Европе, в Эстонии, в Латвии оплачивает государство это лечение, да, оно дорогое, но оно во всём мире такое, оно не станет дешевле, этих новых лекарств будет больше. Создатели этого лекарства получили Нобелевскую премию, потому что если у нас раньше говорили, зачем вам новые лекарства, вы всё равно умрёте, но Нобелевскую премию просто так не дают. И тогда мы начали свои компании. Мы несметное количество раз были на радио, на телевидении, мы собирали средства, мы помогали лично. Мы создали новый концепт для Латвии, защиты пациентов. У нас свои новые принципы, которые мы внесли, это на научных доказательствах, то есть основанная защита пациентов. Мы разобрались во всём, какие лекарства нужны, что в какой стране компенсируется. Мы были на всех обучениях, которые в Европе организуют для защитников пациентов. Я не хочу сказать, что то, что сейчас произошло с лекарствами для меланомы, у нас теперь есть доступна вторая линия лечения, и что это лично наша заслуга. Нет. Я думаю, что это было бы в Латвии, просто было бы гораздо позже. Но каждый день, каждый месяц, когда мы не даём лекарства, это смерть для людей, потому что четвёртая стадия меланомы – это смертный приговор. Ольга, мне очень хочется, я тут включусь в разговор. Что значит вторая линия? В ряду онкологических заболеваний есть первичные больные и больные с рецидивом, когда вылечившись, приходит второй раз диагноз. Вот это вторая линия. Почти. Но я скажу, для меланомы ситуация иная. Меланома, если мы сравним абсолютно все виды рака, то меланома будет в первой тройке по изменчивости. Если есть раки, которые не меняются, он какой пришёл к тебе, геном, такой он остаётся. Меланома у одного пациента одновременно может быть шесть видов меланомы. Товарное такое. И каждый из этих видов может быть в другом отношении с медикаментами. И когда вы начинаете лечить первые линии, что мы называем первым лекарством, который государство выделило, это действительно было в конце 2018 года, для меланомы дали лекарство, то те пациенты, которые получали так называемую таргетную целевую терапию, это когда лекарство бьёт по мутации, когда по конкретной цели бьёт, то уже было известно, что это лекарство действует примерно полгода-год, как к которому пациенту. И потом ему нужно сменить лекарство, чтобы добить остальные виды меланомы, иммунной терапии. Вот в Латвии почему-то мы были единственная страна в Европе, которые решили, что эта вторая линия не нужна. Но я думаю, что это не потому, что кто-то решил сэкономить. На мой взгляд, если я смотрю на всю историю, как развивалось лечение меланомы, что у нас нет конкретного ведения того, как мы должны лечить одно заболевание уже на государственном и на бюджётном уровне. У нас бюджет оторван от руководства по тому, как лечить. У нас бюджет оторван от той ситуации, как одно конкретное заболевание, какие лекарства нужны, какие операции. У нас нет полного такого перечня. И мы не можем оценить даже с экономической точки зрения, окупается ли нам это делать. У нас всё идёт от денег. А в каком смысле окупается? То есть это имеется в виду что? Что удаётся ли получить в итоге здорового человека, выздоровый производитель? В том числе. Потому что сейчас мировая, скажу так, экономика здоровья уже говорит о том, что всё оценивается монетарно, в том числе о жизни человека. Мы можем смотреть на государство, как и на бизнес-модель. И это правильно. Мы всегда будем говорить, а почему тебе дали денег больше, почему тебе дали денег меньше. Должны ли мы лечить одного пациента? Есть такие лекарства, которые стоят одна доза, 1 миллион евро. Такие лекарства действительно есть. Забыла название, но это очень сложная, кредкая болезнь. Один раз это лекарство нужно, и человек будет жить. Как это сопоставимо со всей остальной системой здравоохранения, с финансированием другой системы? Мы всегда можем выложить деньги на лечение, чего-то одного, какой-то одной редкой болезни. И что будет? С другими людьми, которые… С другими людьми. И всегда государство должно считаться со всеми. Но эта система, как мы считаемся с другими, как мы рассчитываем, будет ли это выгодно стране? Это некрасиво звучит. Но это звучит вот как из детских сказок, когда старых родителей увозят в лес умирать. Да, или конкретно… Нет, но в нашем современном обществе, в Евросоюзе это называется оценка медицинских технологий, которая включает оценку в того, как работает медикамент, что этот медикамент дает для одного пациента, для всего общества, на как долго, какие эффекты, что еще, сколько это стоит. И тогда, только потом включается последняя часть, если у нас в бюджете деньги. И можно это сравнить с такой элементарный пример. У вас, например, большой автопарк, которым вы зарабатываете деньги. Так это люди, которые у нас, наши граждане. И вот у вас машина сломалась. Вы должны рассчитать, стоит ли вам ее ремонтировать или нет. Это звучит дико, это звучит плохо. Но только мы, пациенты, имеем право первые об этом громко говорить, потому что, если кто-то другой скажет, ему скажет, ты циник. Мы понимаем, что система должна быть, о чем я пытаюсь сказать, что система должна быть прозрачная, понятная. Система должна быть такая, в которую вовлечены все, которые имеют вес, и в том числе и организации пациентов должны иметь право голоса в оценке, в экономической оценке новых медикаментов. Этого у нас в Латвии пока нет. У нас нет прозрачной, понятной, долгосрочной системы. Мы не знаем, что у нас будет на следующий год через 10. Вот это неведение самое страшное для пациентов. Как раз вот этот процесс, о котором говорит Ольга, я на примере больных рам в груди очень хорошо проследила, поскольку 5 лет регулярно посещала заседание Сейма как раз комиссии по здравоохранению. И в этот период, вот эти 5 лет, как раз таки организации пациентов настолько активизировались, что мы даже создали Онко-Альянс, это объединение нескольких онкологических организаций, как, например, вот организация «Шаг впереди, меланомы», фонд благотворительный «Розовый поезд», «Розавилциенс», больных легким, для рак легочных заболеваний, колоректальных, это у кого рак желудка, и вот таких нас уже 5 организаций. И даже мы смогли в прошлом году, в конце 4 октября 2019 года провести настоящий онкофорум, который получил очень широкий такой резонанс в обществе. И как раз вот о чем начала говорить Ольга, я хочу продолжить на таком очень конкретном примере. Именно на заседании одной из комиссий года два назад представитель Министерства здравоохранения сказала, мы можем дать, например, финансирование заболевания гепатитом, когда конкретное количество шприцев, конкретное количество инъекций позволит полностью это заболевание убрать. Ну, как пример одного из певцов из Лепа и полностью излечили, и поэтому этому диагнозу дали, потому что он эффективен. А вот теория, которая находится в наших структурах Министерства здравоохранения и в подчиненных структурах еще сидит такая уверенность, что онкологические больные, они полностью не излечатся, значит, невыгодно вкладывать в эту отрасль здравоохранения. Так вот, этот нюанс, он подтверждается и тем, я недаром спросила Ольге, что значит вторая линия. У нас еще существует в нашей системе оплаты онкологических больных то, что если он первично заболел, ему дается какие-то дорогие химиотерапевтические препараты, целевая терапия, иммунная терапия, но если он уже вторая линия, то есть был рецидив, то ему уже не положено, во всяком случае, в отношении рака груди, о чем могу говорить, многие инновативные медикаменты уже недоступны, потому что это вторая линия. считается, что здесь потраченные средства не дадут рецидив. Видите, какой экономический подход к этому, но сейчас идет процесс, когда мы это преодолеваем, и вот, пожалуйста, пример меланомы, у них и вторая линия получает эти медикаменты. Я хочу спросить, Ольга, как сейчас чувствует себя эта пациентка четвертой стадии? Очень хорошо, она вернулась на работу, а вторая пациентка, которая близко в нашем обществе, она сидела на обезболивающих, потому что не было много метастазов, которые мешали нормальной жизни, она теперь получает это лекарство, она уже может не пользоваться обезболивающими препаратами, потому что это новое лекарство работает. Да, просто я буквально сегодня читал новость, которая пришла из России, там сейчас разразился очень большой скандал, выяснилось тоже какое-то редкое заболевание, которым страдали вот жители одной области, им долгое время отказывали в лечении, потому что лечение очень и очень дорогое, и логика была тоже как бы понятна сотрудников здравоохранения этой области, мы весь бюджет будем вынуждены потратить на вас, на вашу семью, на нескольких человек, и у нас просто не хватит денег, чтобы лечить других больных, я могу рассказать, для этого существует специальная профессия экономист здоровья, обычно это люди, у которых два высших образования, и медицинское, и экономическое, я встречала нескольких таких людей, которые руководят ведущими европейскими организациями, которые проводят вот эту оценку медицинских технологий, в том числе фармацевтических, это новые лекарства, которые дорогие, и говорится о том, не могу сейчас даже на латышский или русский перевести, как вот сравнивать два диагноза абсолютно разных, например, тот же гепатит с раком легких, есть специальные системы оценки, системы сравнения и взвешивания разных нужд, это все научно и экономически обосновано, это специальные формулы, в Евросоюзе разрабатывается единая методика, как это все оценить, чтобы было и честно, потому что честность это всегда институциональное такое дело, всегда будут какие-то непонятные, и чтобы это было с научным и хорошим экономическим обоснованием, и чтобы всем это можно было бы разъяснить, потому что иначе всегда будет так, что получает просто тот, кто кричит громче. Помните ситуацию, когда произошла какая-то огромная авария, дизастер, и лежат люди травмированные, и медиков учат, кому первому помогать, тому, кто кричит громче, или тому, кто без сознания. Вот у нас сейчас все правильно, я очень гордая, что мы получили медикаменты, но следующее, что мы хотим, мы хотим прозрачной, понятной системы. Мы наверное сейчас сделаем небольшую паузу, прервемся, после чего вернемся в студию. Продолжается программа подоплек, и сегодня мы говорим о том, почему все-таки Латвия находится в не самом лучшем положении с лечением онкобольных, и вот пока мы будем дозваниваться до руководителя комиссии Сейма по здравоохранению Виталия Орлову. Может быть попросим прокомментировать ситуацию и экономиста Елену Лазареву, бывшего депутата Сейминга. В первую очередь я хотела поблагодарить и Ольгу, и Ирену за ту деятельность, которую они делают, потому что действительно работая в Сейме, я прекрасно понимаю, что если не приходят общественные организации на заседания Сейма, не активно участвуют в обсуждении, это также влияет на принятие решений. Так что большое вам спасибо. Сразу хочу сказать, что проблема в бюджете, в финансировании это в отсутствии системы и отсутствия единых подходов к решению вопроса. То есть возникает новый бюджет, приходит год, начинается обсуждение, это очень быстро принимается, на следующий год приходит следующий бюджет и принимается как-то по-другому, по-новому. То есть нет преемственности, нет системы, нет программного подхода к этим вопросам. И конечно создание таких базовых документов не на один год, а программных документов является важной составляющей в этом вопросе. Если мы говорим о банкобольных, то каждый 25-й житель Латвии связан с этим заболеванием. То есть актуальность этой проблемы очень высокая. Практически каждая семья напрямую или косвенно с людьми с анкобольными сталкивалась и знает, насколько она серьезная и насколько важно ее решать в нашем государстве. Ну вот сейчас об этом решении мы и поговорим как раз о выездном заседании под комиссией Сейма по здравоохранению и руководитель комиссии Сейма по здравоохранению Виталий Орлов у нас на прямой связи. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Ну вот у многих волнует и действительно большую тревогу вызывает реорганизация онкологического центра, который планируется присоединить к восточной больнице, известный КГАЛ и ЗАРС. Вот что сейчас как обстоят дела и есть ли надежда, что все-таки онкоцентр продолжит свой рост будет спасен? Действительно комиссия по преследованию выезжала в восточную больницу просто мы приняли решение, что комиссия посетит все университетские клиники и первая это была восточная больница. Вопрос о реорганизации внутренней стоял и на той презентации и могу сказать, что цель правления господин Пагрика сказал, что он видит, что онкология это будущая восточная больница, потому что растет продолжительность жизни и чем дольше живет человек, тем больше вероятность того, что он доживет до своего рака, если так можно по-настоящему пошутить. И поэтому он сказал, что тех предлагаемых реорганизацией работы восточной больнице никоим образом он не хочет каким-то образом ликвидировать онкологию, а предлагает всем операционным отделениям это онкогинекология, обыкновенная онкология переехать в отремонтированное помещение восточной больницы, там где расположены все новые операционные и рационально использовать врачебный и медицинский персонал, то есть это анестезиологов, это операционных медицинских сестер, которые являются проблемой не только восточной больнице, но и по всей стране действительно этих кадров. И в онкологии останется химиотерапия и такие отделения, как хоспис, а ДТП, то есть оба здания не ремонтировались с момента того, когда они были построены и чтобы отремонтировать и одновременно произвести логичную организацию, вот сейчас, к сожалению, приходится, скажем так, идти на те меры, когда врачи и отделения переводят с одного здания в другое, что, безусловно, вызывает у них, как у любого и нас, когда переезд для нас, это как с пожаром, да, я сговаривал с и зав. отделением, которое переводят, они больше всего переживают за то, что у них отраженная система, при операции, при вызове специалистов, и они больше переживают не то, что их переведут в другое здание, а то, что будет, они боятся, что будет нарушена эта вот синхронность их работ, операций много, и то, что будут своевременно консультанты вызываться, врачи, которые будут помогать в определенных случаях на операциях, когда возникнет какая-то необходимость, на что возрочный борец Казин Павел сказал, что он готов подписать с врачами любые меморандумы о том, что их перевод в этом будет, скажем так, учтены их боязни. Но это получается временная мера, или это все-таки постоянная период? Они переедут постоянно, если переедут, то они переедут туда постоянно, а в здании онкологического центра останутся, как я сказал, химиотерапия, то есть там то, что не подразумевает под собой операционную часть онкологии. Сократится ли число залов хирургических при переезде как раз онкологических? Вы знаете, когда отремонтированы были европейские деньги и построены новые современные залы восточных больниц, они не полностью были использованы. Я не могу вам точно сказать, что хватит ли этих залов на те операции, которые делают восточная больница, емко больница, но надеюсь, что это тоже учтено будет и никто не пострадает не в врачи восточной больницы, которые делают операции, также и врачи онкологического центра, которые будут переведены в другое здание. Ну вот как раз мне показывают, что сейчас планируется 6 залов, в то время, когда требуется для плановых операций 10 залов, то есть получается, что 4 залов не хватает и даже получается, что хирурги будут простаивать, те, которые готовы были бы работать. Понимаете, я не могу вот, скажем так, вот как вы сейчас говорите о том, что будет. Я вам передал высказанное мнение руководителя восточной больницы, который сказал, что он встречался, будет встречаться с коллективами, которые переводятся, что он готов подписать личные документы, которые позволят сохранить службу и количество оказывания помощи в новых помещениях. Господин Орлов, это Ирина Янов, которая тоже хочет вам задать вопрос. Скажите, вам показывали коридор длиной приблизительно 120 метров, который не отремонтирован, и по которому будут обратно в онкоцентр после операции транспортировать больных. Вы видели этот коридор? Добрый день, госпожа Янова. Я начал свой сказ с того, что оба здания не были ремонтированы с советских времен. Поэтому, как мне кажется, любое решение, которое бы предлагалось для ремонта одного или другого здания, оно повлечет за собой безусловно неудобства для тех отделений, кого это касается. А, значит, может быть, коридора этого вообще еще нет? Вы о нем не слышали? Ничего. Я не слышал, я знаю, только то, что оба здания не ремонтировались, они требуют ремонта, потому что вентиляция и канализация, которая в самом онкологическом центре, оно уже, скажем так, в том состоянии, когда его просто необходимо сделать, изменить. Поэтому вопрос очень тяжелый и то, что недостаточно финансировано в предыдущие годы система как таковой, ну, вот это отчасти те последствия, с чем сейчас столкнулся коллектив восточной больницы. Ну, обещаний пока что мы не слышим. Пациенты недовольны. Ну, тем не менее, спасибо большое. У нас на связи был руководитель комиссии Сейма по здравоохранению Виталий Орлов, который как раз вот в перерыве заседания Сейма любезно ответил на некоторые наши вопросы. Вот есть популярный анекдот, когда говорят, а давайте все-таки собирать на зарплату депутатам деньги по телефону сбрасываться, а больных лечить из бюджета. Ну, вот насколько вот сама практика, что мы постоянно каждый, ну, вот у нас есть программа «Зеленая лампа» на радио, болтком, где тоже собираются деньги на лечение больных. Вот насколько сама ситуация, когда больных нужно лечить за счет пожертвований, да, она вообще нормальна? Я единственное хочу такой момент тоже сказать, что с 17 по 20 год был разработан план улучшения услуг в области онкологии, и вот сразу не успела задать, насколько сейчас обсуждается этот план в дальнейшем, потому что если не будет планирования, то каждый раз мы будем сталкиваться с тем, что надо собирать деньги через пожертвования, потому что если нет четкой системы, о которой Ольга говорила, то каждый индивидуальный случай будет решаться отдельно, и это очень трагично. Я могу даже сказать, что это не только в этой области недостаток этого системного подхода. Я могу добавить, на самом деле деньги собирают для пациентов во всем мире, потому что всегда появляется что-то более новое, и государство не всегда может позволить все, даже самые богатые страны не могут позволить все. Но у нас в Латвии другая проблема, например, как в случае с меланомой, мы были последней европейской страной, в которой для пациентов не было второй линии. В Эстонии и Латвии первая линия была гораздо раньше, чем в Эстонии и Литве, гораздо раньше, чем у нас. Вторая линия у них была сразу, у них есть еще лекарства, на которые мы еще будем говорить. Мы все время на шаг сзади всей Европы. Мы тянемся хвостиком за всеми. И вот это то, что нас не особо устраивает. Мы не претендуем на первое место, мы Данию не обгоним, но хотя бы на уровне не обгоним. Но мне, мне, например, всегда жаль, что катализатором вот этих вопросов и мотиваторов выступают общественные организации, хотя на самом деле инициатива должна идти из министерств, потому что им именно доступны цифры, аналитика, статистика, и получается, как бы система работает внешне. Можно ли предсказать, предвидеть, какое количество больных будет через 5-10 лет, учитывая я вам скажу, это очень-очень больной вопрос для всех пациентских организаций в Латвии, потому что и для врачей, и для всех. У нас нет реестры реальных данных. Регистра. У нас, по-русски реестр, по-моему, называется, да. Если до 17-го года у нас были данные с лимейбой контролл с профилоксисцентрис, публиковал эти данные, и мы, как пациентские организации, могли пользоваться для ученых. В этой организации были еще более обширные даты. Ни один госбюджет, ни одна лечащая организация не может составить план без хороших данных. Мы должны знать, сколько у нас пациентов первичных, по каким стадиям, включая подстадии, мы должны знать, какие лекарства на какого пациента работали, на какую группу, как долго работали, когда нам пришлось менять лекарства, которые из них умерли, через какое время у нас такой базы данной. Нет, ничего нет. У нас потом, если первичные даты еще собираются, а потом уже это все хромает. Сейчас, с 2017 года, у нас вообще никаких данных нет, и никакой бюджет не может быть стабильно прогнозировано, если у нас нет данных. Без данных вообще мы, мы даже не букашки, это еще хуже, мы не можем прогнозировать хорошие цифры. И поэтому у нас все время мы тушим Или просто эти данные недоступны, как вы думаете? я думаю, что их реально нет. Нет, нет, до 2017 года одни данные собирала одна организация, потом переняла другая организация. мы не ищем сейчас виновных, но вот во время передачи систем что-то не сработало. Одна организация, которая отдавала, очевидно, больше не могла собирать данные, которая хотела начать, не смогла начать вовремя, и мы два года уже без данных. И очень много систем, в которые нужно вдавать данные регулярно, и мы уже от приблизительной статистики. Да, да, приблизительная статистика такая, что если 11 тысяч заболеваний регистрируются первично в Латвии, и общее количество онкологических больных превышает 70 тысяч, приближается к 80 тысячам. Но интересный и хороший факт, что продлительность жизни илгдзиевы, так мне очень нравится это слово на латвичском языке, дзиеви илдзи, дзиеви илдзи, уже стабильно остается, то есть не уменьшается, остается все-таки на хорошем уровне и благодаря тому, что первую и вторую стадию онкозаболеваний у нас все-таки лечат хорошо. И маленький анекдот из отделения химиотерапии, входит пациентка, бывшая с раком груди, и у нее уже метастазы где-то в позвоночнике, что-то, говорит, ну вот, я уже 7 лет хожу, еще уже 8-й год, опять там надо химиотерапии. у нас, между прочим, метастазы можно выбирать с помощью новых лучевых аппаратов, которые новые такие методы хорошие есть. Ну, у нее вот химиотерапия, и вот она входит, вот, 8-й год, это надо выдерживать, а ей со второго конца палаты тоже сидит под капельницей другой пациент, чего сердишься, чего ругаешься, я здесь 25 лет хожу. Это значит, что все-таки первая, вторая стадия, если все-таки рано диагностицировать, можно продлить не только 5 лет, можно и дольше жить. В обществе ВИТО есть женщины, которые 30 лет после операции, у меня опыт 13 лет. Я вам, Ирина, скажу, вы говорите про первую, вторую стадию, сейчас Европейская организация пациентов рака, это организация крыша, так называемый зон для всех остальных организаций, уже несколько лет назад издала такой биль о правах пациентов рака. И самая главная цель в течение будущих лет на 10 лет продлить жизнь пациентам рака как минимум 70% из них. Вот. Знаете, почему это может произойти именно сейчас, именно из этих новых медикаментов? Раньше пациенты меланомы рака легких умирали. Если у тебя четвертая стадия, тебе давалось полгода. Максимум это был смертный приговор без вариантов. Ну, там чудо кому-то помогало. Теперь эти пациенты, половина пациентов 52%, это огромный прорыв, живы еще 7 лет после начала клинических исследований. Они все еще живы. У нас есть звонок, очень долго прозванется человек, я вас попрошу надеть наушники, чтобы услышать. Здравствуйте, добрый день, пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос нашим гостям. Добрый день. Я хочу сказать, что к величайшему сожалению про онкодиспансер лечения там я знаю не по наслышке. И хочу сказать, что несмотря на очень много какие есть там у недостатки, перед любым работником онкологического диспансера надо снять шляпу и поклониться в ноги от дворника до заведующего. И в этой части возмущает просто вот меня, как постоянного слушателя Болкома выступления председателя комиссии здравоохранения господина Орлова, который вообще по-моему понятия не имеет сегодня, что там происходит. И когда он говорит, что руководство больницы готово дать обещание там врачам, что все будет хорошо, это кто готов дать обещание? Начальник ЦСДД бывший? Он что-то понимает в медицине? Кто там будет обещание давать? Я считаю, до тех пор пока врачи, хирурги, онкологического диспансера не придут и в газетах не напишут, что они готовы и они все понимают, к чему это приведет, никаких реорганизаций не должно быть. Больных, онкобольных на руках должны носить. Спасибо. Как эти больные носят на руках врачей. Онкомедсестер и онкохимиотерапевтов, и онкохирургов. Будем носить на руках. Мы за эфиром уже говорили о том, что у нас достаточно очень квалифицированные хирурги, которые даже в таких тяжелых условиях, при отсутствии оборудования, ремонта. Насколько с этой стороны мы можем быть спокойны? Я про хирурга только могу сказать о таких уникальных операциях, когда сам рак, сам образование находится с внутренней стороны позвоночника, когда он недоступен со стороны спины. И вот что делает гениальный хирург Сивинч? Он этого пациента укладывает на спину и открывая брюшную полость, вынимает все органы, достигает позвоночника со стороны лицевой, со стороны живота, оперирует это образование, назад складывает все органы и зашивает. И эта больная до сих пор анализолоксная. И слава Богу, там оказалось в этом дальнем районе очень хороший семейный врач, которая настойчиво посылала эту пациентку на магнеторезонанс, на исследование магнетического резонанса. И слава Богу, она выставила очередь, она прошла, она четыре раза делала этот магнеторезонанс и установили точную локализацию. Так вот, я советую всем, кто меня слышит, пожалуйста, передайте всем родственникам, у кого онкологически больные, как вот это исследование перед операцией, чтобы точно определить расположение опухоли, пожалуйста, не бойтесь выпросить у своего семейного врача стационар, больницу и за неделю пройти обследование. Неважно, какую больницу, главное, чтобы там были вот эти нужные вам аппараты. До операции нужно сократить время обследования, подозрения. Проситесь ради обследования, потому что стоять в очереди на наши обследования в поликлиниках и амбулаторно, это невозможно онкологическому пациенту, обследования нужны быстро. Я хочу добавить реорганизации в Ракусе. Я скажу так, что мы еще ни разу не слышали от руководства больницы, из министерства или из других государственных служб, чтобы кто-то оценивал риски, которые могут произойти из реорганизации для пациентов. Мы не слышали никаких рассказов. Когда министерство делало пресс-конференцию за прошлый год, все рассказывали, как мы там подняли зарплату, сократили расходы, но что получили из всех реорганизаций пациентов? Какой риск реорганизация несет пациентам? Что мы получим, что нас касается? Мы тоже хотим жить на 10 лет больше. как в Евсей Европе. Понимаете? И об этом никто не говорит. опять же. И помните, хочу пример рассказать. Был скандал с бывшим министром Гунтой Стамбелевичем, который вне очереди себе делал операцию. И вы знаете, никто не сказал одну интересную вещь. А ведь он, министр здравоохранения, не доверял своей системе. Он не доверял, что система его вовремя назначит. И вовремя назначит хорошему врачу. Он хотел самого лучшего и хотел быстрее. Без очереди. Не без очереди, а быстрее. Он не доверял системе, за которую он отвечал. Вот это самая большая проблема, на мой взгляд. Мы составляем систему и сами ей не доверяем. В данном случае, как обычно, вся ответственность переходит на самого пациента. И я хочу единственное добавить то, что действительно каждому человеку надо быть внимательным к своему здоровью, к своему состоянию. И так как для онкобольных действительно есть возможность быстро пройти это обследование, то при малейшем подозрении активно общаться с терапевтом своим скажем непосредственным врачом, чтобы было назначено это обследование, чтобы действительно это была первая, вторая стадия, а не третья и не четвертая. Вот этот зеленый коридор, он сейчас работает? Насколько по сравнению с тем, что было раньше? Что касается зеленого коридора, назовем его конкретно, это просто предполовичок перед дверью в онкологию. Он сделал хорошо, и только не забывайте, дорогие пациенты, попросить, поставьте мне знак с буквой З. Если такой знак стоит на направлении к онкологическим специалистам, тогда да, тогда действительно в течение 10 дней пациент попадет к онкологу, но после онколога ему надо дальше пройти обследование. И вот здесь, как я уже говорила, старайтесь попасть в какой-то стационар, где за неделю вы эти обследования получите. В простых очередях они недоступны. И еще нам необходимо активизировать такую возможность спасти всех наших мужчин, всех, я не ошиблась. Если они своевременно будут проходить проверку на анализ простаты, ПСА, своевременно диагностицировать рак простатой, потом проверять кишечник, и тоже это полностью можно излечить. Это самые первые два. Еще и у мужчин бывает и рак груди. Это тоже полностью излечить. Дорогие мужчины, будьте бдительны, и вы будете все здоровы. Это я вам говорю уже как практик с опытом. Ну, а что касается женщин, самая большая аудитория, поэтому, дорогие дамы, маленькие советы, не только следите за собой, до 40 лет это ультрасонография молочных желез, а после 40 все-таки эффективная маммография, потому что сейчас не только в коммерческих всех структурах, как ВЦ4 или МФД клиники, там современные эти маммографы даже в онкоцентре, сейчас один из самых прогрессивных аппаратов маммографии вообще в Восточной Европе. Он дает не только плоскую фотографию с двух позиций, но и дополнительная такая проекция, как бы даже стоили больше, по каждому сантиметру ткани груди фотографируются. Вы приходите так же, как все пациенты за государственную стоимость, и вот после 40 лет нам на маммографию раз в два года надо приходить. Спасибо большое. Я думаю, что мы обязательно продолжим эту тему, поскольку мы буквально в середине разговора вынуждены его прервать с отсутствием времени. Елена Лазарева, Ирина Янума, Ольга Валциня сегодня были в нашей студии. Спасибо вам и до новых встреч.